Церковь скучает за пастором Виталик, я тебя приветствую лично Слава Богу за тебя В твоей жизни скоро начнется новая эпоха Если ты этого еще не знаешь Итак, мы прослушали замечательную серию проповедей Справедливая закономерность Я надеюсь и очень верю, что из этой серии Вы взяли для себя хотя бы один очень важный урок Хотя бы один очень важный принцип Который поможет вам дальше созидать ваши отношения с Богом И развивать их Я не хочу сказать, что мы продолжим говорить о законах Но, знаете, в нашей жизни есть определенная закономерность Причино-следственные какие-то моменты в нашей жизни Происходят какие-то причино-следственные мероприятия Давайте так их назовем И в этих мероприятиях, в этих обстоятельствах, в которые мы с вами попадаем Что-то происходит с нашим сердцем Что-то происходит с нашим сознанием С нашим разумом Что-то происходит в целом с нами Иногда мы не знаем, как поступить Иногда мы не знаем, что сделать Иногда мы даже не знаем, что подумать что делать когда ты попадаешь какие-то обстоятельства да мы знаем законы божьи посеял пожал не пожертвовал не получил не сдал десятину получил или еще что-то в этом роде то есть мы уже этим научен мы уже это знаем но в нашей жизни бираю бывают периоды времени такие которые называются особенно мы не знаем как это называть есть библейское название для этих времен есть традиционная наша человеческое название для этих времен в общем нашей жизни есть какие-то интересные обстоятельства или времена не просто обстоятельства а времена это такой период жизни который ты идешь 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 он как будто не заканчивается как будто ему нет конца как будто ты даже не видишь горизонта кто-нибудь был в египте класс я не один такой я тоже не был в египте орел и решка были там привет орел и решка мы вас приветствуем у нас на собрании слава иисусу передайте египтянам большой привет я хочу сегодня презентовать вами начать новую серию проповеди которая называется победа в пустыне так вот особые времена в нашей жизни или не просто времена знаете этому отведен определенный отрезок нашей жизни то есть мы попадаем в определенные обстоятельства в определенную такой вот знаете период который ну как будто бы не заканчивается как будто имеет какую-то протяженность длительность и и конца края его не видно это как будто вот тебя выкинули в море посреди моря и ты не видишь ни берегов ни земли ни суши ничего ты не видишь в пустыне точно такая же история я там не был но могу об этом сказать что в пустыне такая же история то есть одни барханы пески и ты ничего не видишь вокруг и вот в нашей жизни бывают такие периоды котов которые мы как будто бы не видим конца горизонт точно такой же как как будто как ты вот тут стоишь как будто ты стоишь на горизонте вот как этот парень он шагает шагает он не знает нам шагает и не видит куда он шагает если в лесу ты там хоть по деревьям как-то можешь ориентироваться в пустыне пески и скорпионы и так далее это серия проповедей как раз вот для тех кому сейчас не просто кому сейчас вот сложно для тех у кого трудные обстоятельства для тех у кого сейчас проблемы испытания искушение и тому подобное если у вас ничего такого нету то в принципе можете похлопать соседа по плечу сказать ему это для тебя если у вас нет проблем если у вас нет искушение если у вас нет испытаний если вам сейчас все очень просто все очень легко то эта серия проповеди не для вас для вашего соседа и так давайте дадим определение пустыне о чем мы будем вообще говорить в этой серии проповедей пустыня это место перехода на новый уровень наших отношений с богом мы будем говорить не сахаре мы будем говорить не еще какой-то пустыне физическое мы будем говорить о пустыне которую мы переживаем в нашей жизни так вот пустыня это то место где мы переходим на совершенно новый уровень своих отношений с богом обстоятельства искушения трудности проблемы испытания все о чем сказано было ранее это все происходит нашей жизни по определенным причинам и для определенного действия для определенного следствия для чего-то это нам нужно пустыне мы находимся всегда транзитом я хочу чтобы вы это запомнили что пустыня это не пункт назначения пустыня это транзитный пункт это транзит это как ты едешь на поезде есть транзитные остановки ты едешь из допустим из одессы в киев и у тебя есть транзитные остановки раздельная жмеринка и так далее и пока ты в киев не приедешь но когда ты едешь киев ты же не выходишь на жмеринки на станции и говоришь все я приехал нет пустыня в нашей жизни этот транзит который мы с вами проходит но вероятность остаться в пустыне для нас с вами всегда есть всегда это зависит от нашего видения от того куда мы идем что мы хотим достичь что мы хотим сделать что мы видим за горизонтом что мы хотим увидеть там за горизонтом этих барханов за горизонтом этой пустыни это зависит от нашего согласия с божьим видением на нашу жизнь что бог хочет от нашей жизни какое видение у бога для нас на нашу жизнь от этого зависит останемся мы в пустыне или не останемся то есть соотношение нашего видения с божьим видением определит путь прохождения по пустыне время пребывания в пустыне нашего пребывания в пустыне зависит от двух влияющих на это факторов фактор номер один это неизменный бог он тот кто влияет на время пребывания нашего в пустыне есть второй фактор который влияет на время пребывания в пустыне это измей переменная давайте так это назовем не изменная а переменная я всегда меняюсь переменяю сегодня я проснулся в хорошем настроении все вокруг меня радуются завтра я проснулся в плохом настроении всем его испортим так вот я это всегда переменная а бог это неизменное в библии написано что бог не изменяется он вчера сегодня и во веки тот же и вот от этих двух факторов влияющих на процесс пустыни зависит время нашего пребывания в пустыне от бога и от нас и в этой селе в этой проповеди мы с вами ответим на два ключевых вопроса первый почему для нас так важно пустыня и второй что нужно делать чтобы не остаться в пустыне навсегда мы все задаем вопрос богу о боже когда это закончится о господи сколько можно боже у меня не хватает терпения у меня нет сил сколько можно когда уже это закончится мне уже все надоело эти вопросы всегда звучат у нас голове они просто немножко переинтерпретированы по-другому у нас но мы всегда задаем эти два вопроса для себя почему для нас пустыня так важно когда мы молимся и спрашиваем бога бог почему моей жизни происходят какие-то испытания и слышим в ответ это тебе нужно мы задаем этот вопрос почему это так важно для меня почему это испытание почему это искушение почему почему эта проблема почему то что сейчас не просто так важно для меня в жизни для моей жизни и что делать чтобы не остаться в этой проблеме навсегда что делать чтобы не остаться в этой пустыне навсегда в пустыне с нами С нами происходят изменения, утверждения, смирения и откровения. Это четыре духовных явления, которые происходят с нами в трудных обстоятельствах, в те обстоятельства, к которым мы попадаем. Не обстоятельства, которые возникли и исчезли в сию минуту, а обстоятельства или период жизни, о котором мы говорим, пустыня, который мы проходим изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. 2019 год, 2020 год, 2021 уже на исходе, а пустыня не заканчивается. Почему? Почему? Почему так важно? Так вот, во время прохождения пустыни с нами происходят четыре духовных явления. Это изменения, утверждения, смирения и откровения. И откровения. И в этой серии проповедей, которую я сейчас начал, которую мы будем с вами рассматривать на протяжении нескольких воскресеньев, мы изучим эти четыре духовных явления. Давайте прочитаем кое-что из Библии. Второзаконие, 8 глава, 2-4 стихи. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне. Вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже 40 лет. Я хочу рассказать кратко историю то, о чем мы с вами читаем, почему Бог так обратился к Моисею. Вы все знаете такую личность, как Моисей. Это тот, кто вывел народ израильский из Египта. Они жили в Египте, жили в рабстве, но им было хорошо. Им было и плохо, и хорошо. И Моисей вывел их из этого рабства. Бог повелел Моисею. И вот они вышли в пустыню. Бог не сказал им, выйдите из Египта в пустыню. Бог не сказал им, выйдите из Египта в Черное море. Бог не сказал им, выйдите из Египта и воюйте с египтянами. Бог сказал им, я выведу вас в землю обетованную. Где течет молоко и мед, где изобилие, преизобилие всего-всего. Все блага для вас есть там. Скажи, там. И мы все хотим туда попасть. Все хотим туда попасть. Но вы знаете, прежде чем туда попасть, нужно пройти Черное море, погоню египтян и пустыню. И пустыню. И вот евреи вышли в пустыню и ходили они, ходили, 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 ходили. Целых 40 лет они там ходили. Хотя историки и теологи говорят, утверждают, что время пути, они могли пройти за трое суток, чтобы дойти до того места, в которое назначил им Господь. Почему в место, куда ты мог попасть за три дня, тебе нужно было ходить до него 40 лет? И многие, я бы сказал, почти все, 99,9% в прогрессе десятых процентов и там миллионных, не попали в эту землю обетованную, а остались в пустыне. Вошли только два человека из трех с половиной миллионов. Два человека. Два. Что-то было особенное в этих двух людях, которые увидели ту землю, в которую они должны пойти. Это то, о чем я говорил раньше. Видение, которое ты видишь от Бога. Согласен ли ты с видением Божьим? Твое видение на твою жизнь соответствует ли видению Бога на твою жизнь? И чем больше оно соответствует, тем быстрее ты будешь там, в пункте назначения. Пустыню ты все равно пройдешь. И в этой пустыне будут происходить вот эти процессы, о которых Бог говорит Моисею. Смирить, испытать, узнать, в сердце твоем ли сохранишь заповеди. Но, там происходит не только испытание в пустыне. В пустыне происходит еще и обеспечение. В пустыне происходит еще и забота. Бог не оставил евреев в пустыне. Ни одного дня. Если мы посмотрим в историю, как они ходили по пустыне, мы увидим, что днем он шел осеняющим облаком, которое берегло их от жары, от зноя, палящего солнца. А ночью он шел впереди них огненным столпом, чтобы озарять им путь и устрашать те народы, которые гнались за ними, чтобы грабить, убить. Это амаликитяне. Но те, которые отставали от стана, написано, амалик догонял и убивал. Грабили и убивали. Тот, кто выходил из Божьего покровительства, тот, кто выходил из Божьего присутствия и считал, что он умнее, Моисея умнее Бога, тот остался в пустыне навсегда. И умер в пустыне. И умер в проблеме. И умер в этом испытании. Не дойдя до пункта назначения, не дойдя до того места, которое Бог приготовил для него. Первое духовное явление, которое происходит с нами в пустыне, которое мы сегодня рассмотрим, это изменение. Попадая в пустыню, человек сразу меняется. Я не верю в эту теорию, когда человек говорит, я такой же, как есть, просто у меня проблемы. Нет. Борьба с проблемой, борьба с искушением, борьба с испытаниями всегда будет тебя изменять. Когда ты попадаешь в стесненные обстоятельства, когда твой комфорт меняется на дискомфорт, и тебя что-то не устраивает, ты проходишь процесс изменения, ты всегда будешь меняться. Это есть первый ответ на первый вопрос. Почему так важна пустыня для меня? Почему? Потому что в пустыне я прохожу изменения. Со мной происходят изменения. Вот почему важна пустыня для каждого из нас. Евреи, когда находились в Египте 430 лет, они привыкли к тому режиму, в котором они жили. Они привыкли к рабству, они привыкли к эксплуатации, их эксплуатировали, над ними издевались. Они к этому привыкли. Они кушали вкусную египетскую еду, поклонялись египетским богам. Они привыкли к тому, где они были. Да, им было непросто, но они к этому привыкли. Но Бог принес в их жизнь изменения. И за этим изменением есть определенная цена. Нужно было пройти какую-то стадию. Эта стадия называлась пустыня. И первый ропот, который возник у евреев, когда они попали в пустыню, они Моисеев заявили, зачем ты вывел нас сюда в пустыню, чтобы мы здесь померли все. Мы там ели чеснок, сало, мясо, рыбу. Мы там ели, кушали. А тут у нас нет еды. И в пустыне какая еда. Какая еда. А теперь, секундочку. Такое, знаете, маленькое примечание, в кавычках, с восклицательным знаком. Пастырь, зачем ты мне говоришь это делать? Мне здесь нормально. Мне здесь хорошо. Я здесь чувствую себя, как в своей луже. Ну и пусть, что она уже завонялась, эта лужа. Но я в своей луже. Мне нормально. Не надо меня перемещать куда-то. Мне хорошо. А теперь поехали дальше. Итак, пустыня меняет нас. Выйдя из пустыни, запомните, друзья мои, когда мы выходим из пустыни, мы никогда не остаемся такими, какими мы вошли в нее. Никогда. Пустыня всегда изменит тебя. И когда мы находимся в пустыне, в нас изменяются, в нас изменяются. Три наших вещи, драгоценных для нас, дорогих для нас вещи, меняются в пустыне. То, что для нас очень дорого, за что мы прям вот цепились всей душой, зубами всего своего, естества, нутра своего. И никак не хотим с этим расставаться, не хотим это менять. Первое, что изменяется в пустыне, это наша вера. Мы хотим верить так, как мы хотим. Мы хотим верить так, как нам удобно. Мы хотим верить так, как нам комфортно. Мы хотим верить не так, как нам указывает Слово Божие или Бог. Мы хотим верить так, как мы хотим. Потому что мы хотим, чтобы нам было удобно. Ну, мы хотим. Но попадая в пустыню, первое, что изменяется, это наша вера Первое, что претерпевает изменения, это наша вера Мы решаем, кому верить Вот тут вопрос, ты в пустыне Не конца и края Что делать? И тут ты принимаешь решение, кому верить Себе? Ну, хорошо Богу? А как? Как верить Богу, который взял меня в пустыню? Что ж это за Бог-то такой, любящий? Ввел меня в пустыню Это любящий, Бог любящий Он не введет меня никогда в пустыню Он не позволит Он будет меня питать салом, чесноком, рыбой, мясом И оставит меня в Египте И косяки помажет мои И не даст мне из дома выйти И плесень ее покроет Но меня будет любить Он не допустит пустыни в моей жизни Бог не допустит искушения Не допустит испытания в моей жизни Первое, что изменяется в пустыне Это наша вера И мы решаем, кому верить Второе, что изменяется в пустыне Это наш характер В который мы так прям вот На Украине говорят такое слово Не рушьте меня Не трогайте меня Ну такое, знаете, глубокое Глубокое значение слова не трогайте Не трогайте, не беспокойте Не шевелите, не прикасайтесь То есть все, что можно было вложить Неприкосновенность Всю неприкосновенность, которую можно было вложить В это слово Вот украинцы Велик, могучий, певучий Украинский язык Не рушьте меня Да Не рушь меня И вот В пустыне происходит изменение нашего характера Прогнемся ли мы под обстоятельства Или мы смиримся перед Богом Что мы сделаем Позволим ли мы Богу Изменить свой характер Евреи 40 лет Этим занимались И только два человека Позволили Богу Изменить их характер И третье, что Изменяется в пустыне Это удивительно просто Вы ни за что не догадаетесь Что это за слово Это наше внимание Это удивительно Но в пустыне Происходят изменения с нашим вниманием На чем мы будем фокусироваться В этот период жизни В это время Моего странствования с Богом по пустыне На что я буду сфокусирован На что будет обращено мое внимание На пустыню Или на Божье обеспечение На трудности Или на то, как Бог меня выводит из этих трудностей На искушение Или на благодать Которую Бог покрывает меня В этом искушении На что мое внимание Будет обращено Что говорит Бог Обращаясь к человеку Не бойся Ибо я с тобою Не смущайся Ибо я Бог твой Я укреплю тебя И помогу тебе И поддержу тебя Десницею правды моей Ибо я Господь Бог твой Держу тебя За правую руку Говорю тебе Не бойся Я помогаю тебе Неужели Бог Этим же словом Не говорит к нам Во всякое время Кто-то написал В своей теологической работе Что Бог Говорит человеку 365 раз В Библии Не бойся Я с тобой На каждый день Твоей жизни Бог говорит Не бойся Я с тобой Когда тебе тяжело Когда тебе непросто Ты проходишь Какое-то испытание Что-то происходит С тобой не так Ты не можешь Разобраться В мыслях своих Ты не можешь Разобраться В сердце своем Ты не можешь Разобраться С верой своей Открой Библию Открой Пророка Исаии 41 главу 10-13 стих Зачитай вслух 30 раз 40 раз Столько Сколько нужно будет Для того Чтобы ты поверил В это Что Бог С тобой Что Бог Охраняет тебя Не смущайся Не бойся Я с тобой Говорит Господь Я поддержу тебя Ты в пустыне Хорошо Но и Бог Там с тобой В пустыне Ты не сам В пустыне Бог идет Вместе с тобой Он и ночью Охраняет тебя И днем Он охраняет тебя Днем он заботится О твоей жизни Ночью он беспокоится О твоем сне Послание Иоакова 1 глава 2-4 стих С великой радостью Принимайте братья мои Когда впадаете В различные искушения Зная что Испытание вашей веры Производит терпение Терпение же Должно иметь Совершенное действие Чтобы вы были Совершенный Во всей полноте Без всякого Недостатка Даже если Мы проходим Пустыню В нашей жизни Слава Богу Потому что За пустыней Будет Благословение Будет Земля Обитованная Скажите Бог позаботился На столько Что у них Все было Но они Все время Роптали И они Всегда Чем-то Были Недовольны Все время Что-то их Не устраивало То их Моисей не устраивало, то их манна не устраивало, то их вода не устраивало, то их солнце не устраивало, все время что-то их не устраивало. И когда даже Бог показал им обетованную землю, пошли эти соглядаты и пошли разведчики, лазутчики, пошли, узнали, увидели, и то их не устроило. Что ж это Бог привел меня туда, где там великаны вот такие, с которыми мне нужно сражаться. Обетованная земля это не сказка, в которую человек попадает, за нее нужно будет тоже сражаться. За нее нужно будет тоже сражаться. Но в пустыне Бог не оставил евреев. Не оставил. Он обеспечил их всем. В моей жизни был момент, когда я уехал на море, был 19 лет, мне было 20. Я уехал на море работать для церкви, мы воздушные змеи продавали. Церковь нужно было строить, нужно было зарабатывать деньги для строительства церкви. И мы, такие молодые, горячие, поехали, будем трудиться для церкви. Уехали на море. У меня были такие классные сандалии, босоножки, такие кожаные. Я их так ценил, выходил в них летом, там щеголял по городу. И я поехал в них на море, у меня не было другой обуви. Песок, неделя. И их не стало. И я на секундочку себе представил, 40 лет евреи ходили по пустыне. 40 лет по пустыне ходили по песку, и у них обувь не ветшала. Вот это качество обуви, прям советские сандалии. Нет, Бог заботился о том, чтобы и обувь, и одежда не ветшала на них. Даже одежда на них не ветшала. Вы знаете, как на солнце одежда быстро выгорает? Оставьте вещь на две недели на солнце, на улице, летом, в самое пекло. Вы ее не узнаете. Она пройдет все четыре стадии духовных явлений. Изменения, смирения. Все пройдет. А у них ничего это не вешает. Бог заботился обо всем. Но на чем было внимание? Позволим ли мы Богу изменить наше внимание? Вот что еще Слово Божие говорит об искушении. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь, любящим его. Это тоже послание Иакова, 12 стих. Пройдя пустыню, ты обязательно войдешь туда, куда Бог обещал тебя привезти. Ты обязательно получишь то, что Бог обещал. Но если ты пройдешь, перенесешь это искушение. Мне понравились слова Роберта Киосаки. Это такой христианский большой бизнесмен. Он христианин, если кто не знает. Многие люди верят в Бога, но очень немногие действительно ему доверяют. Если бы они доверяли больше Богу, то они были бы менее наполнены страхом и более наполнены Богом. Аминь. Мы обязательно хотим попасть в лучшее. Но прежде чем войти в это лучшее, прежде чем Бог даст тебе победу за это лучшее, евреи должны были сразиться за землю обетованную, но они должны были уничтожить народы, которые там жили. Нужно было сражаться. Победа ждала в земле обетованной. Нам нужно было сражаться. Не будет сражения, не будет победы. Не будет сражения, не будет победы. Но когда мы выходим в пустыню, страшно становится. Ни края, ни земли, ничего не видно. Что? Где? Почем? Почему? Зачем Бог сюда меня выиграл? Сколько уже это можно уже? Сколько уже? Да уже бы сидел бы я, не надо мне то лучшее, сидел бы я в Египте там, ел бы свое сало с чесноком. Бог приготовил для тебя лучшее. Бог приготовил для тебя лучшее. Но прежде чем получить победу, нужно будет сражаться. Псалтырь 36, 3-6 Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Придай Господу путь твой и уповай на Него. И Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень. Доверь Богу этот путь. Доверь Богу свой путь. Когда мы разрушим барьер недоверия Богу внутри себя, то очень скоро увидим изобилие Его благости вокруг себя. Наше недоверие, оно растягивает нам удовольствие нахождения в пустыне. Наше недоверие Богу, оно увеличивает время пребывания в пустыне. Это ответ на второй вопрос. Что делать, чтобы не остаться в пустыне навсегда? Нужно доверять Богу. Нужно разрушить барьер недоверия Богу внутри себя. Говорить, я доверяю Богу. И жить этим доверием внутри себя, это разные вещи. Когда ты доверяешь Богу, твое сердце находится в мире, а не в беспокойстве. Когда ты доверяешь Богу, ты не беспокоишься о том, что происходит вокруг тебя. Когда ты находишься в терпеливом ожидании того, что Бог решит это. И придет время, настанет время утешения, настанет время изобилия, настанет время, когда Бог все изменит. Когда мы разрушим барьер недоверия внутри себя, внутри, ни в чьей-то жизни, ни у своего соседа, ни тому, кому сейчас это очень нужно, подойдем и скажем ему, о, это для тебя. Нет, когда мы это сделаем внутри себя, когда мы разрушим барьер недоверия внутри себя, мы очень скоро увидим изобилие его благости вокруг себя. Евангелие от Матфея, 6 глава, 31-33 стихи. Это Иисус обращается к народу, который окружил его в Нагорной проповеди. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники, неверующие люди, те, которые Бога не имеют, те, которые Бога не знают. И потому что Отец ваш Небесный знает, скажи знает, знает, что вы имеете нужду во всем этом. Неужели Бог, приведя тебя в пустыню, не знает, что тебе нужно поесть, не знает, что у тебя там одежда может изнашиваться, и тебе не за что ее купить. Неужели Бог это не знает? Знает. Так зачем роптать тогда? Зачем тогда роптать и укорять Бога в том, что Он что-то сделал не так? Он говорит, мои мысли, это не ваши мысли, мои пути, не ваши пути. И только я знаю намерения о вас, которые для вас во благо. И тут момент, довериться или не довериться. Остаться за своим барьерчиком, нерушмане. Или пнуть его на голове и сказать, Бог, делай все, что хочешь во мне. Как в песне, да? Делай все, что хочешь во мне. Ищите прежде Царства Божьего и правды Его. И все это, оно приложится вам. Ищите прежде волю Господа. В пустыне евреи должны были взыскать Бога, а не роптать. Они должны были искать Бога, Его волю, а не роптать. И только лишь по причине ропота, по причине того, что они не удовлетворены были тем, что Бог для них говорил и приготовил, они остались там в пустыне. И два человека, которых видение соответствовало видению Божию, они соединились с видением Божиим на их жизнь. Они захотели того же самого, что Бог захотел для них. Они вошли в землю обетованную. Два человека, Иисус, Навин и Хавер. Еще. Второзаконие, 30 глава, 9-10 стих. С избытком даст тебе Господь, Бог, твой успех, во всяком деле, рук твоих. Какое замечательное обетование! Мы все этого хотим. В плоде чрева твоего, в плоде скота твоего, в плоде земли твоей. Ибо снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих. Если будешь слушать глаза Господа, Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона. И если обратишься к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всею душою твоей. Мы все хотим, чтобы было хорошо. Мы все хотим, чтобы было еще лучше. Но пустыню мы не хотим. Смиряться мы не хотим. Слушать голос Божий мы не хотим, потому что мы умнее, мы лучше знаем, что для нас лучше. Мы хотим так, как мы хотим. Мы хотим верить, как мы хотим. Мы хотим любить свой характер. Мы хотим любить себя. А ты, Бог, люби нас такими, какими есть. Ты меня люби такого. Ты сказал, что ты меня любишь. Вот люби меня такого. И давай вот этого там, по щучьему велению, по моему хотению, давай там в земле обетованной, Кыш, эти все великаны Ты разгони эти все народы А я приду и сяду царствовать В земле обетованной Ты же сказал, что она моя Я хочу царствовать А приду и сяду, буду царствовать Вельми понеже Такая Мега Супер Личность Не знаю еще какое там слово подобрать Во вселенной Что сам Бог должен преклониться Упасть в ноги и сказать Помилуй меня, человечище Но это так происходит Мы указываем Богу, что нам делать Мы указываем Богу, что делать Ему В нашей жизни Сделай так, сделай так Сделай вот так, давай вот так А я хочу вот так, нет, давай вот так Это мне не нравится, давай вот так Тут мне тоже не нравится, давай вот так Нет, я тебе петь не буду Плясать перед тобой не буду Говорить о тебе не буду Нет, я вот ничего не буду Давай, ты вот просто вот Давай вот так Все великаны ушли А я вот приду и сяду Доцент такой Все будет хорошо Если 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 Ты будешь слушать голос Божий Тогда все будет хорошо Если Ты будешь слушать Голос Божий Еще слова одного Замечательного человека Джона Маккартура Верующий, который не питает свою душу Божьим словом И не имеет общения в Божьем присутствии Становится пленником обстоятельств Я ни в коем случае не хочу исключить Чью-то индивидуальность Если Ты лучше знаешь Чем Бог Почему нет Дронбун Когда ты питаешься Божьим словом И не пропитываешься его миром В его присутствии Твое сознание Запомните Сознание Глядя на обстоятельства Будет производить такие яркие эмоции Ну такие яркие эмоции Давайте вместе это скажем Такие яркие эмоции Вот с такой интонацией Такие яркие эмоции Вы должны поверить в это Которые Тут же начинают управлять Твоим сознанием Управлять твоей верой А точнее Они не просто управляют твоей верой Они блокируют твою веру Эти эмоции Блокируют твою веру И ты такой А почему А почему А почему Господи Ты это допустил А Бог так сверху А почему ты ко мне пришел только сейчас Где ты был Бог Когда со мной это происходило Рядом стоял Ты же даже не посмотрел в мою сторону А где ты был Когда я проходил это искушение Рядом стоял В моем слове написано Что каждый искушается Собственной похотью И в искушении не говори Что Бог тебя искушает Так где ты был Бог Вот когда вот это происходило Да Бог был рядом Смотреть на него нужно было просто И постараться услышать его голос Когда ты не питаешься Божьим словом Когда ты не пропитываешься его миром В его присутствии Твое сознание Глядя на обстоятельства Начинает производить Такие яркие эмоции Которые просто блокируют Твою веру в Бог И все И ты веришь эмоциям Мне там вот Сказали А вот это вот А вот там вот на меня Вот что-то так как-то вот Посмотрели А вот там не так Мне развернули Не так повернули Не так подъехали Не так подсели Не то место мне дали Не так меня встретили И вообще Бог Я не понял Что за дела такие Я ж тут центральная личность Во вселенной вообще Ты же для меня все сделал И мир сотворил И землю И зверей полевых И да Сказал чтоб я господство Не понял Что за дела Бог вообще Где моя обетованная земля Что за пустыня вообще Что я тут делаю Ты мне это не обещал Ты мне обещал Землю бетонную Давай вот там быстро Быстро Метнись вот И реши все вопросы И такие Заявления Увы Все не так Восслание апостола Павла К римлянам 12 глава 2 стиха И не сообразуйтесь С веком с ним Но преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Чтобы вам Познавать Что есть воля Божья Благая Угодная И совершенная В пустыне Происходят Изменения И нам нужно Позволить Этим изменениям Прийти В наш разум В наше сердце В наш дух Обновиться Духом Нашего ума Чтобы познавать Волю Господа Для чего нам Обновление Нужно Чтобы мы стали Лучше Краше Умнее Мудрее Я красавчик Нет Для того Чтобы познавать Волю Божью Которая есть Благая Угодная И совершенная Для нас Да мы проходим Обстоятельства Да мы проходим Трудности Да мы проходим Испытания Да мы находимся В пустыне И Написано Что мы себе Даже На локоть Не можем Прибавить Росту Если сильно Напряжемся Мы не можем Ничего Сделать Ну попал Ты в обстоятельства Что дальше Ну попал Ты в пустыню Что дальше Ищи Божий Оазис Ищи Волю Господа Позволь Божьим Переменам Божьим Изменениям Проникнуть В тебя Вовнутрь И произвести Изменения Там то сделали Тут это Тут то Люди неверующие Люди этого мира Всегда будут говорить Об обстоятельствах Все не так Все не то Но люди Веры Всегда будут говорить О вере В пустыне Ты Не в пустыне Ты Ты всегда Будешь говорить О вере О вере Если ты человек Вер Но если ты говоришь Об обстоятельствах Обрати свое внимание Где твоя вера Может твою веру Уже давно блокировали Твои эмоции Не заботьтесь ни о чем Но всегда в молитве И прошении С благодарением Открывайте свои желания Перед Богом И мир Божий Мир о котором Мы говорим Мир Божий О котором мы говорим Которым мы пропитываемся В Божьем присутствии Который превыше Всякого ума Превыше Соблюдет сердца ваши Сохранит В современном переводе Написано Сохранит Сердца ваши И помышления И мысли ваши Во Христе Иисусе Если ты не пропитываешься Этим миром То как ты хочешь Чтоб твои мысли Сохранились в Боге Как ты хочешь Чтоб твое сердце Оно сохранилось в Боге Если ты не пропитываешься Богом Если ты не приходишь Его присутствия Чтобы пропитаться Его мира Если твой взор Обращен На обстоятельства Если ты все время Говоришь об обстоятельствах Ну не говоришь А вея Меня спрашивают Почему Как дела у тебя Утром на работе Я говорю Хорошо Замечательно Жизнь прекрасна Такое ощущение Что у тебя нет проблем Я говорю Есть А почему тогда ты так говоришь Потому что у меня есть тот Кто решает мои проблемы У меня есть тот Который защищает меня У меня есть тот Который обеспечивает меня И я не заботюсь Вот Вот Слушайте Я не переживаю Что если завтра нас Скажут Я говорю Бог позаботится Обо мне Еще не было дня Чтобы Бог меня оставил В пустыне Не в пустыне В скалах В горах В море На дне морском Еще не было ни дня Чтобы Бог меня оставил Без куска хлеба Или без крыши Над головой Не было такого дня Голый по улице Не хожу Ребрами на ступеньках Не гремлю Слава Иисусу Да 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 Вот такими словами Я бы хотел закончить Сегодняшнюю проповедь Тот Кто позволил Богу Изменить себя Всегда будет искать Любую возможность Угодить И послужить Ему Другими словами Тот Кто позволил Богу Изменить себя Он всегда будет искать Воли Его Для себя Не свою Волю Не ждать Не ждать Я жду Когда Бог Даст мне возможность Послужить Ему Я подожду Еще не настал тот час Не ждать А искать Тот Кто на самом деле Позволил Божьим Изменениям Прийти Внутрь Тот Будет Искать Воли Господа Тот Будет искать Любую Возможность Послужить Ему Угодить Богу Для того Чтобы Исполнить Волю Божью Для того Чтобы Прославить Имя Господа И поблагодарить Его За то Что Уже Есть Давайте Встанем На наши Ноги Помолимся Давайте Поблагодарим Бога За то Что Мы Уже Сегодня Имеем И даже Если Мы В пустыне Слава Богу Потому Что За ней Будет Земля Благодати Потому Что За ней Будет Земля Изобилия Божьего Будет Время Божьего Изобилия Оно Всегда Следует За Пустыней Оно Всегда После Пустыни Дорогой Господь Мы Благодарим Тебя За Все Что Ты Делаешь В нашей Жизни Господь За Всю Твою Святую Работу Которую Ты Производишь В наших Сердцах В нашем Разуме В нашей Душе И В нашем Духе Благодарим Тебя Господь За Времена В которые Ты Питаешь Нас Защищаешь Обеспечиваешь Заботишься О нас Несмотря на Обстоятельства Которые Вокруг Нас И За Пустыню Которую Мы Проходим Периодически В своей Жизни Господь Мы Благодарим Тебя И За Землю Господь Твоей Благодати За Землю Твоего Изобилия Господь За Обитованную Землю За Времена Изобилия Мы Тоже Благодарим Тебя Который Ты Приготовил Для Нас Твое Слово Говорит Что Не Видел Тот Глаз Человеческий Не Слышал Это Ухо Человеческое Не Приходило То На Разум Людям Что Ты Приготовил Для Тех Кто Тебя Любит Мы Благодарим Тебя За Это Мы Благодарим Тебя За Подкрепление В Наших Испытания Мы Благодарим Тебя За Силу Которую Ты Довьешь Нам Проходя Искушения Какие Мы Благодарим Тебя За Веру Которую Ты Укрепляешь Внутри Нас Пусть Твои Господь Благие Изменения Не Просто Придут В Нашу Жизнь А Пусть Они Происходят Господь И Пусть Эти Изменения Они Будут Славить Твои Пусть Эти Изменения Прославят Тебя Как Ты Достоин Спасибо Тебе За Все За Твою Благость За Твою Милость За Твою Заботу За Твою Любовь За Все Мы Тебя Благодарим Во Имя Иисуса Христа Аминь